В Беларуси продолжает расти количество киберпреступлений. Граждане попадаются на уловки мошенников и теряют большие деньги. А потому сотрудники милиции Брестской области активизируют профилактическую работу среди населения. Выходят на улицы, чтобы напомнить людям о мерах предосторожности. Вместе с милиционерами участие в такой акции приняла наш корреспондент Валерия Гальперина. За 2023 год в стране в два раза увеличилось количество киберпреступлений, в том числе мошеннических схем, связанных с цифровыми технологиями. Доверчивые граждане теряют сотни тысяч рублей, передавая пин-коды банковских карт и иные пароли злоумышленника. Правоохранителями на постоянной основе организуются мероприятия по профилактике мошенничеств. Проводятся профилактические беседы с гражданами и выступления на радио. Однако граждане продолжают попадать на мошеннические уловки вследствие своей чрезмерной доверчивости, сообщая мошенникам свои кофициальные данные. Наибольшее количество потерпевших находятся в возрастной категории от 30 до 49 лет. На удочки мошенников попадаются и люди среднего возраста, и пенсионеры, и неопытная молодежь, которая легко ведется на низкие цены и заманчивая предложения на торговых интернет-площадках, а также легко вступают в разговор с мошенниками мастерские, владеющими приемами психологии. Буквально вот в прошлом году был случай, позвонили с неизвестного номера, что удивительно, не по именно оператору, а через мессенджеры. Ну, я сразу понял то, что что-то тут не так, начали спрашивать информацию. Ну, я решил такую немножечко позитивную позицию проявить и просто тянул время, чтобы у них было меньше времени звонить кому-то другим. Звонили, звонили по телефону, представлялись тоже сотрудниками органов и какие-то статьи называли там, все, и говорят, у вас кредиты брали или нет, и доверенности у вас были, на все, в общем, такое. Сталкивались с мошенничеством, звонили на Вайбер, абсолютно незнакомые номера, были такие ситуации, и не один раз. Маме тоже как-то звонили, говорили об этом, но мы просто как-то отстранялись от них, сразу блокировали, и все. Я знаю о мошенничествах на куфоре. Случилась такая ситуация, что моя подружка продавала что-то на куфоре, и там ей нужны были данные карты, на которые есть определенная сумма денег. У меня эта сумма оказалась, так как я была немножко отвлечена, я подружке предоставила все данные своей карты, предупредила, попадешься на мошенников, будешь сама разбираться. Ну да, деньги с карты у меня списали, потом проходили разбирательство. Зачастую мошенники действуют в составе организованных групп, в том числе и координируемых из-за рубежа. Потому милиция напоминает, лучше не доводить ситуацию до финансовых потерь и пресекать все попытки злоумышленников вытянуть из вас информацию. Ведь вернуть денежные средства маловероятно. Уважаемые граждане, в любых ситуациях, проводя какие-либо действия с денежными средствами, в сети интернет, вам необходимо соблюдать повышенную бдительность и осторожность. Банки не запрашивают ЦВВ-коды с обратной стороны карты или коды из СМС, а также иную персональную информацию. Не переходите по сомнительным ссылкам из СМС или писем в интернет-ресурсах, социальных сетях и мессенджерах. При подозрении на мошенничестве, попытке получить доступ к банковским данным, необходимо прекратить общение с мошенником, отказаться от переписки и не переходить по незнакомым ссылкам. И, конечно же, обращаться в милицию. От вашей бдительности зависит общая безопасность.